Пятый канал представляет К детективам обратился фермер Аркадий Степанович Федотов, у которого из дома была похищена крупная сумма денег. Так, и что потом? 700 тысяч, как корова языком слезала. Это я три дня назад бычков продал. Вот, пожалуйста. А почему вы деньги дома держали? Надо было перевести на карту, и все так надежнее. Да чего мне заморачиваться с этой картой? Я машину собрался покупать, сегодня вот должен был документы оформлять. Ситуация-то как разворачивалась? Вчера ночью жена должна была приехать из санатория ночным поездом. Так я ее последним автобусом в ночь уже и поехал встречать. А вернулись когда? Утром, в 8 часов. Подходим к дому, смотрю, дверь открыта. Замок сломан, заходим внутрь, все разбросано, деньги пропали, драгоценности жены, колечки там, цепочки тоже пропали. А она у меня гипертоник. У нее давление как скакануло под 200. Пришлось скорую вызвать, сейчас вот в больнице. В полицию обращались? Конечно. Сразу позвонил нашему участковому. Он пришел, посмотрел что-то, записал, протокол составил, отправил это все в РУВД. Ленька-то парень башковитый. У них там в бакрофирме ЧП какое-то случилось. То ли трактор сгорел, то ли еще что. Ну я думаю, что пока буду ждать. К вам обращусь за помощью. Понятно. Когда дом участковый осматривал, никаких улик не нашел. Улики. Кстати, нашли пуговицу. Красная, вот такая вот большая и прорези еще. У нас вот такой точно не было. Ну хорошо. Давайте не будем терять время. Поедем сразу на месте и осмотрим. Поехали. А кто-нибудь знал, что у вас дома капитал такой хранится? Да никто не знал. Хотя нет, соседка, Маша Сойкина. Да не думать-то грех. А вы ее давно знаете? Ну как давно? Лет сорок. Одна живет? С племянницей, с Вероникой. У нас все ее Веркой зовут. Девчонке восемнадцать лет. Школу в прошлом году закончила. А родители ее? Ой, с родителями там беда. В автокатастрофе погибли. Трое детей осталось. Двое пацанов и Верка. Ей тогда тринадцать лет где-то было. Пацанов-то в детдом определили, а на Веронику Маша опекунство оформила. Девчонка неплохая, только одни амуры в голове. Он сейчас к ней кавалер какой-то приехал, Артем. Так я его в отцовский дом поселил. Ну, если что, я у него паспорт проверил. Нежданов, Артем. Ну, а что, думаю, отец год назад помер, а дом пустует. Ну, пусть человек погостит там неделю-другую. Вот уже приехали. А как зашел разговор о деньгах? Да я же как раз бычков продал. Ну, а Маша меня зазвала к себе. Мол, Нинка в отъезде, так заходи, хоть супчику поешь, там, чайку выпьем. Ну, сидим, калякаем. Я ей говорю, что машину собрался брать. Ну, вы даете. Ну, так и что, она же не чужой человек. Маша знала, что вы ночью поедете жену встречать? Конечно, знала. И могла догадаться, что деньги остались дома без присмотра. Маша, да ни за что не поверю. Ну, проверить на всякий случай следует. Давайте-ка мы сразу к ней зайдем. Где она живет? Да вот, недалеко. Пойдемте. Игорь Петрович и Аркадий Федотов застали Марию Сойкину дома одну. А Верка-то твоя где? Да к Артенке побежала. И сейчас утра. Не намелуются никак. Вот, познакомься, это Игорь Петрович. Частный детектив. Марья Николаевна. Очень приятно. Марья Николаевна, а вы никому не говорили, что ваш сосед собирается машину купить, что у него дома 700 тысяч хранится? Да упаси, Господи. Зачем же я буду кому-то говорить? А вот при том разговоре, кроме вас, кто-то еще присутствовал? Ну, Вера была. И этот парень еще ее был. Он все сидел, музыку слушал. Он на нас и внимания не обращал. Что ему там наша болтовня? Да, он городской. На нас высока смотрит. Что только Верка в нем нашла. Здрасте. Тетя Маша, дадите банку огурцов и картошки, а то Артем шаром покати. А вы и есть Вероника. Да, Вероника Опарина. А вы кто? А я частный детектив. Ну-ка. Пуговицы нету. О? Точно. А ну говори, как твоя пуговица? У меня в доме оказалась. Пустите, дядя Аркадьевич, что с ума сошли. Да вы о чем? Вопрос, между прочим, важный. И ответить на него придется. Есть подозрение, что пуговицу вора бронил, который к Аркадию Степановичу в дом залез и деньги украл. Вы что, думаете, что это я? Делать мне больше нечего. Ну вы что, ну... Про Веру ничего плохого никто сказать не может. Характер, конечно, нелегкий, но... Вот украсть это нет. Нет. Тогда пусть объяснят. Про пуговицу-то. Спокойно. Сейчас все разберемся. Это комната твоя, да? А ты не могла бы на пару минут выйти? Мне вот очень нужно позвонить. Пожалуйста. Алло, Дима? Да, Игорь Петрович. Вы мне нужны в поселке. Будете подъезжать, позвоните. Скажу, что делать. Ну, хорошо. Все. Меня что, арестовали? Арестовывает полиция. Я прошу тебя задержаться ненадолго. Дело серьезное. Это Артем. Я сказала, что на пять минут, а сама вон уже сколько здесь торчу. Волнуется парень. Тем. Да, я дома. У тети Маши. Нет, все в порядке. Но я еще немного побуду тут. Да нет, ничего особенного. Скоро приду. Не скучай там, телек посмотри. Ну, чего зря девчонку там урыжить, а? Ну, где у вас доказательства, что это она деньги взяла? Здрасте. А пуговица? А что пуговица? Да мало ли одинаковых. Аркадий Степанович, на пару слов. Я у Веры в комнате, нашел деньги. Ну, не знаю, ваше, не ваше, надо разбираться. У вас есть телефон участкового? Есть. Но это же Верка, а? Хоть дела. Звоните, пусть придет. Алло, Лень, это Федотов. Да, по поводу кражи. Слушай, ты можешь сейчас прям к Маше Сойкиной подойти? Да, срочно надо. Давай, бегом. Все, бежит. Ну что, вернемся к нашим дамам. Леонид Олегович, вы в комоде посмотрите. Есть у нас такой способ прятать деньги под бельем. Опа! Из дома фермера Федотова похищены 700 тысяч рублей. Полиция находит на месте преступления пуговицу, которая принадлежит соседке потерпевшего Веронике Опариной. Также в доме, где живет Вероника, находят крупную сумму, спрятанную под бельем в ящике комода. А вот и сюрприз. Откуда это, Верочка? Ну и как же это понимать? Это мои деньги. Я их тебе на лечение собирала. На лечение? Вам требуется лечение? Да, операция. Кардиостимулятор надо ставить. А про деньги я ничего не знала. Операцию можно. И в обычной больнице сделать. Бесплатно. Ага. А реабилитация? Санаторий, лекарств куча. Тоже бесплатно? Не смешите. Мы же на одну мою пенсию сейчас живем. Нам не потянуть. Вот я и кинула клич в интернете. Помогите, кто чем может. Сколько здесь? Сто тысяч, считайте. Вера, а почему тетя про деньги ничего не сказала? Почему деньги в комоде прячешь? Потому что не хотела зря обнадеживать. Думала, соберу 200, тогда скажу. А соберу или нет, еще не факт. Но ведь в интернете деньги перечисляют на карточку. Ну да, я карту завела. А почему обналичила? А что я у медсестер и нянечек буду номер счета спрашивать? Верочка, деточка моя. Спасибо. Спасибо, миленькая. Спасибо. Ладно. Допустим, насчет денег я тебе поверил. Но как же твоя пуговица на полу у Федотова оказалась? Твоя ведь. Один в один. Специально взял, чтобы сравнить. А я откуда знаю? Я ему недавно блины приносила. Помните? Ты напекла, сказала, занеси дяде Аркадию. Ну вот, может, тогда пуговицу и потеряла. Ну, чего вы к девочке-то пристали? Вот вы сами верите, что она могла двери взломать, чужие деньги вытащить. Да не было меня в поселке той ночью. И правда. Что же я дура сразу-то не сказала? Не было же ее в поселке. Она еще днем уехала. Брат ее, Максим, на своей машине увез. А утром уже обратно привез. Где она в поселке живет? В гостинице центральной. Завтра вечером уезжает. Вера, а ты не могла бы написать на бумаге? Ну, хотя бы примерно, где в ту ночь была. Я надеюсь, бумагу и ручку тебе добавлять не надо? Да не вопрос. Вера! Это для чего вы меня фотографируете? Ну, считай, для истории. Сейчас напишу. Нет, что хотите, думайте, а это Верка. Молодая, мозги на бекрень. Машу жалко. Она ее детдома спасла, как мать ей была. А, и вы думаете, что Вероника в благодарность за это украла деньги ей на лечение? А что ей было делать? Пойди, собери по копейке. А здесь вся сумма сразу. И даже больше. Вот именно. Сколько мы под бельем денег нашли? Сто тысяч. А где остальные? И, кстати, колечек цепочки Минкеных нет. Ну, значит, в другом месте спрятала. Ну, а смысл какой? Да нет, как-то все грубо и наивно. Деньги под бельем, пуговица на видном месте. Прямо водевиль какой-то. Думаете, подстава? Возможно. В общем, надо дальше копать. Вот здесь Вероника написала, где и когда была ночью. Так что возвращайтесь в город, проверьте ее алиби. Кинотеатр. Ночной клуб. Вот-вот. Ну, в ночном клубе можно поговорить с сотрудниками. Показать ее фото. Я тебе, кстати, на телефон его скинул. Угу, сейчас я посмотрю. О, внешность приметная. Угу. Еще посмотреть камеры наблюдения. Там марка и номер машины Максима указаны. А с Максимом тоже общаться? Обязательно. Он остановился в гостинице «Центральная» в 36-м номере. Да, еще нужно собирать информацию на Максима Нежданова. В общем, отправляйтесь, начинайте работать. Я попозже подъеду. Да, хорошо. Поговорив с братом Вероники, Дима вернулся в офис. Аня, ты где? Дим, ну я еще в полях. Я была в тех двух клубах, куда заезжала Вероника с Максимом. Кстати, спасибо тебе большое, что ты мне скинул фотку Максима. Она мне очень помогла. Ага. Ну и что ты узнала? Ну да, действительно, парочку видели. Или в один клуб они зашли около полуночи, в другой клуб около двух часов ночи. А вышли оттуда в половине четвертого утра. Ну, Максим мне, в принципе, то же самое сказал. Потом и говорит, катались по городу до самого утра. Я иду в управление информационных технологий. Хочу заказать у них видео с камер наружного наблюдения. Доброе утро. Доброе. Я просил собрать информацию об Артеме Нежданове. Пожалуйста. Нежданов Артем Геннадьевич, 21 год, безработный, образование среднее, родом из Краснознаменска. Кстати, Максим Апарин приехал тоже оттуда. Доброе утро. Привет. Доброе. У Вероники есть алиби. Я видела машину Максима на записях возле клуба, у кинотеатра и у парка. Ну, раз Вероника отпадает, значит, остается только Артем. Про деньги больше никто не знал. Значит, Артемом займемся. Я в поселок, если что, созвонимся. Лукин позвонил клиенту и попросил у него запасные ключи от дома, где временно проживал Артем Нежданов. Добрый день. Доброе. Как дорога? Нормально. Вот ключик. Ага. А зачем он вам? Что-то новенькое узнали? Нет. Есть кое-какие соображения. Хочу проверить. Понятно. Ну, ладно, держите в курсе. Здравствуйте. Моя фамилия Лукин. Я частный детектив. Мои помощники вчера к вам приходили. Детектив – это хорошо. А то я в непонятках, почему наверняку хотят кражу повесить. А вы думаете, она не виновата? Да нет, конечно. Ну, вы видели ее. Она же ангел. Ну, тогда сходите к участковому и поговорите с ним. А что я ему скажу-то? Я же ночью ее не видел. А, испугался, да? Понятно. А девчонку могут в тюрьму ни за что посадить. Чего испугался-то? Вот тогда пойди к участковому и расскажи, во сколько конкретно вы с Вероникой расстались, во сколько она к тебе пришла утром, у полиции должна быть полная картина. Ну, ладно. А где участковый-то? Да он на соседней улице, там у Любовы спросишь, подскажет. Вот там. Воспользовавшись отсутствием Артема, детектив Лукин провел обыск в отцовском доме Федотова. Воспользовавшись отсутствием, Играет музыка. Алло, Леонид Олегович, скажи, Артем, у тебя это Лукин беспокоит? А вы мне оба нужны. А в отцовском доме Федотова? Ну, конечно, с его разрешения. Давай, бери Артема и идите сюда. Разговор есть. Лукин рассказал участковому Семенихину о своих подозрениях относительно Артема Нежданова. Ну, что вы там ищете? На некую кражу повесили на меня теперь хотите? Не брала я эти деньги. А это что? Деньги, золото. Откуда они здесь? Без понятия. Похоже на те, что у Федотова пропали. Так может он сам туда и положил? Дом-то его. А ему больше делать нечего. Зломать собственную дверь, украсть то, что и так ему принадлежит, чтобы потом перепрятать. Ну, что, будем правду говорить или как? Да не брал я эти деньги. В общем, Федотов драгоценности опознал. От съертки денег было ровно семьсот тысяч. Так что Артема задержали и алиби у него нет. Дело закрыто. Не, не спеши. Помните поездку Вероники в город? Ночью. Как раз по тем местам, где были установлены камеры наблюдения. Но это же доказывает ее алиби. Доказывает ли? В пять утра машина Максима остановилась возле гостиницы. И мы не знаем, была ли в машине Вероника. Может быть, Максим просто делал вид, что с ней разговаривает. Игорь Петрович, а я тоже видела на нескольких записях, Максим говорит с Вероникой, а ее в кадре нет. Вот. До четырех часов утра Вероника регулярно попадала в поле зрения камер. А потом словно исчезла. Так что нет у нее алиби. А значит, дело мы продолжаем, поэтому соберите мне информацию на Веронику Апарину, а я поговорю с ее братом. Хорошо. Из дома фермера Аркадия Федотова похищено 700 тысяч рублей. На месте происшествия находят пуговицу от куртки Вероники Апариной. Под подозрение попадает ее молодой человек Артем Нежданов. В доме, который снимает Артем, находят похищенные деньги и украшения жены Федотова. Да, Дим, слушаю тебя. Игорь Петрович, у нас новая информация по Веронике. Точнее, про ее братьев. Угу. Заинтриговал. Давай рассказывай. У нее было два брата. Юрий и Максим. Старше ее на год. После того, как родители погибли, их отправили в детский дом. Ну да, на троих не могла потянуть, а других родственников не нашлось. Это я знаю. Дальше. Когда им исполнилось по 17 лет, один из них трагически погиб. Да не говори-то загадками. Давай подробности. Мы нашли в архиве новостную ленту двухлетней давности. Читай. 23 мая сего года на тротуаре под стеной дома номер 18 по улице Чайковского был обнаружен труп молодого человека. Как установила полиция, погибшим оказался Юрий Апарин, 17 лет, учащийся в средней школе номер 3. Смерть наступила в результате падения из окна квартиры на девятом этаже, где он проживал вместе с братом и приемными родителями. Свидетели падения пока не найдены. Следствие склоняется к тому, что имел место несчастный случай. Это все? Ну да, дело закрыли. Решили, что действительно парень сам выпал из окна. Максим, хотел бы тебе несколько вопросов задать. Может, они будут неудобные, но ответить на них придется. Ты, парня, Вера, ты знаешь? Артема Нежданова? Нет. Даже не видел ни разу. Ну что же она тебе не познакомилась с ним? Он тоже из Краснознаменска, как и ты. Ну и что там? Знаете, сколько народ живет? А давай не будем играть в кошки-мышки. Ведь ты его знаешь очень хорошо. Кто вам сказал? Его родители усыновили тебя и твоего брата-близнеца Юру. И увезли в Краснознаменск, так? Ну и что с того? В архивах Краснознаменска мы нашли сообщение о том, что брат твой погиб, выпал из окна. Зачем опять все это ворошить? Несчастный случай. Так и следователь сказал. Можете проверить. Ну да, свидетелей падения нет. То ли несчастный случай, то ли самоубийство. А может, чего похуже? Может, его в окно-то вытолкнут? Что вы сочиняете? Никто его не выталкивал. Он сам выпал. Случайно. Значит, не получится у нас откровенной беседы. Ну ладно. Машину-то в кредит взял? Да, а что? Да ничего, неплохая машина. Еще побегает. Сиденье смотрю. Где-то ты распорол. Где? Вон, смотри. Видишь? Да нет, мне показалось. Нормальное сиденье. Ладно, бывай. Максим звонил кому-нибудь? Да, как только вы уехали, он позвонил сестре. А так и должно было быть. Давай включать записи. Вер, слушай, у меня детектив про Краснознаменского спрашивал. Да, они знают и про Юрку, и про то, что мы с Нежданом им в одной семье росли. Они что-то подозревают, верняк. Я сейчас заеду в гостиницу, сдам номер и к тебе. Темка в полиции, так что по-любому не пересечемся. Все, давай. Нервничает. Это хорошо. Значит, мы на правильном пути начупали больное место. Поехали в поселок. Ты на связи. Хорошо. Игорю Петровичу удалось приехать в поселок раньше Максима. Опарила. К соседке ушла за молоком. Вы с ней поговорить хотели? Она скоро придет. Да нет, я хотел с тобой поговорить. Со мной? Я вроде уже все рассказала. Да и насчет денег Федотовских все выяснилось. А тебе не кажется абсурдным, что молодой человек первый раз приехал к тебе в гости. Тут же забрался в соседский дом и еще и тебя хотел подставить. Я ему не судья. Раз он так сделал, значит, я в нем ошиблась. Гад он и есть гад. А твой брат Юрий как погиб? А какое это имеет отношение к Федотову? Ко всей этой истории с деньгами, с побрякушками? Самое прямое. И ты прекрасно об этом знаешь. Не понимаю, о чем вы говорите. Да и что касается прошлого, я не хочу об этом вспоминать. Слишком тяжело. А когда Юрий погиб, ты где была? В больнице. Мне как раз аппендицит вырезали. Я даже на похороны не попала. Они ведь в Краснознаменске жили, это далеко отсюда. Я знаю. Ну ладно, будем считать, поговорили. Субтитры сделал DimaTorzok Ну как? Ну что, оба на нервах? И оба понимают, что я не просто так задаю эти вопросы о прошлом. Осталось посмотреть на их реакцию. Пуся. Этот детектив, он был здесь только что. Да, я его видел. Что он хотел? Намекал, что я что-то скрываю про Юру спрашивал. Сто пудов, они что-то знают. Откуда? Мы же рассчитали все как по нотам. Они не дураки. Вера, знаешь что? Надо пойти в полицию и все рассказать. Рассказать? Тогда его выпустят, а нас, нас с тобой посадят. Не посадят. Все свое Федотов уже назад получил. Ничего не пропало. Объясни, мне уже не поймут. Нет, я так не хочу, не хочу. Ну подумай сама. Мария Сойкина с соседкой возвращается. А ведь мы двойними сейчас точно не для нее. Да, и новости будут для нее не самые приятные. А у нее сердце больное. Ладно, продолжай наблюдать, я в дом. Ну, ведь если они сами уже все знают, то какой смысл скрывать? Мы же не воры, мы только отомстить хотели. Да, отомстить. И я хочу, чтобы он сел. Сел в тюрьму, понимаешь? Так, погодите. Вы о чем тут, а? Кого нужно посадить? Теть Марш, это мы так, о своем. Давайте уже перестанем вилять. Будем говорить начистоту. Меня интересует как, а главное зачем, вы обокрали Федотова. Как это? Федотова? Это что, это вы? Это ты и Максим? Да, вы... Так, так вы присядьте, Мария Николаевна, присядьте, вам волноваться нельзя. В доме есть сердечный препарат? Да, конечно. Вот видите, ваши игры до чего доводят. Это не игры. Мы по справедливости хотели. Ну что ж, давайте начнем с самого начала. Итак, вы оба не поверили, что ваш брат Юра случайно выпал из окна. Кто знал, что все так получится? Когда нас из детдома забрали, мы так обрадовались. Наконец-то в семье будем жить, как люди. Ну да. Я ж тоже думала, что вам там-то лучше будет. Ага, конечно. Артем нас на каждом шагу шпынял. Он же на два года старше, да и вообще... Обиделся, что родители в дом приемышей взяли. Раньше ему все доставалось, а теперь на троих пришлось делить. А потом из квартиры деньги пропали. Много. Это он их стащил. Больше некому. А родители убедил, что это сделал Юра. Да, сволочь. Ты не мог, Юрочка. Ну что вы. Он такой, такой правильный, такой честный мальчик был. Он... Я так хорошо его знала. Юрка после того случая в ауте был. Ходил сам не свой. Помню, подошел ко мне. Они думают, что это я. Но ведь это Артем. Юр, ты это... Не загоняйся. Я тебе верю. Были бы доказательства, мы бы давно эту гниду на чистую воду вывели. Нет доказательств. Ты понимаешь, нет. А мне всю жизнь с этим пятном жить. Все на меня будут пальцем тыкать. Вон, смотри, ворюга идет. Да ладно тебе. Время пройдет, все забудется. Ничего не забудется. Уж лучше и не жить совсем. Ты чего? Совсем дурной? Даже думать не смей. Ничего ты не понимаешь. А на другой день его под окнами нашли. Я сразу понял, что случилось. Да, он очень гордый был и впечатлительный. Вот оно, как дело-то было. Я тогда сразу хотел следователю все рассказать. Но Артем пригрозил. Сказал, вякнешь, убью. Он уже тогда с какими-то отмороженными связался. У него и нож был. Он в самом деле мог. Понятно. И что потом? Как стукнуло восемнадцать, ушел из семьи. Отслужил в армии. Оттуда в вере обо всем и написал. И ты решила отомстить? Да. Нет, погодите. Я все-таки не понимаю. Как вы это все проделали? Да все очень просто. Вероника пригласила Артема в поселок. Позвонила Максиму. Тот приехал в город. Стали ждать удобного случая. А тут подвернулся Федоцеву своими деньгами. Макс меня на машине в город увез. И мы с ним полночи катались. Светились то в клубах, то под камерами. А потом, ближе к утру, он меня на попутку посадил. И я в поселок вернулась. А сам продолжал кататься по городу. Ну, иногда останавливался. Делал вид, что с Вероникой разговаривает. Ловко придумал. Ну, я в дом к Федотову залезла. Взяла, что надо. Пуговицу свою оторвала от куртки. На пол кинула. А пуговицу-то зачем? Потому что они хотели, чтобы Артема не просто осудили за кражу, а еще за то, что он свалил вину на другого человека. Скажете нечестно? Он уже тогда все это сделал. С Юркой. То есть, по-вашему, вот так должна была совершиться справедливость? Глупые. Ой, глупые. Что с вами будет-то теперь? Адвокату удалось добиться смягчения приговора. Веронику и Максима Опаринах осудили на два года лишения свободы условно. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...